Всем привет! С вами Виталий Щеглов. В комментариях под моими видео просили показать, как я нахожу фидерную точку с помощью пробивания дна грузиком. Вот и решил снять этот видеоролик, чтобы вам все показать. Это, в принципе, несложно. Сейчас вы все увидите. Для этого я буду использовать обычное фидерное удилище рабочее, катушку и 50-граммовый специальный маркерный грузик. Они бывают разными. Вот, к примеру, несколько видов. Для стоящей воды я, в принципе, использую 50-граммовый с ушками. Мне, в принципе, хватает. На течение я не ловлю, поэтому точный вес сказать не могу. Ну, в принципе, 70-80-90 возьмите и все будет чувствоваться, думаю. Ну, максимум там 120. Ну что, приступим. Придя на место, где вы собираетесь ловить, надо пробить нож, чтобы найти перспективную точку. Для этого фидерное удилище, груз, мягкий кивертип. Делаем заброс примерно туда, докуда вы точно сможете закинуть кормушку прикормка. Для этого вы можете просто поставить, привязать кормушку с прикормкой и закинуть, куда сможете. Примерно понять, где это место находится, или закрепсоваться, или вытащить. И теперь сделать заброс грузиком. Делаем заброс грузом. Ждем, пока он окажется на дне. Все, наш груз оказался на дне. Чуть-чуть подбираем слабину. И начинаем таким движением от берега протаскивать груз. Вот тут ничего нет. Груз идет плавно, без всяких перерываний, без ударов, ни обо что. Вот тут есть какое-то препятствие. Небольшие палочки на дне чувствуются. Видно их по кончику. Вот какой-то зацеп. Для этого просто поднимаем фидер вверх, вытаскиваем. Там коряга, значит. Ну, или какое-то бревно, или еще что-то. Перепрыгнули его. Начинаем тащить дальше. Чистый песок. О, а вот тут уже чувствуются какие-то камушки. Это, наверное, у нас бровка. Нет, это у нас коряшка опять. Опять движениями вверх, выбиваем оттуда грузик. Начинаем дальше протаскивать. Вот появилась бровка. Грузик отстукивает. То есть он не идет плавно, а тык-тык-тык-тык-тык по кончику это все видно. Значит, это начало бровки. Протягиваем дальше. Вот он грузик отбивает у нас по бровке. Сверху бровки опять какая-то коряшка. Нет, это трава. Я уже близко. Закидываем примерно там, где мы чувствовали бровку. Сделал заброс. Жду пока грузик окажется на дне. Чуть-чуть слабину подбираю и опять начинаю протаскивать. Вот сразу видите, как отбивается кончик об камни. Я как раз попал на бровку. Вот. Для этого я убираю обороты, которые я уже успел намотать побольше на пару метров. Клипсую данное расстояние. Клипсую, натягиваю леску и вытаскиваю груз. Вытащил я груз. И даю я примерно в одном направлении. Для этого можно взять какой-то ориентир на том берегу. Или вышка какая-то, или какое-то опознавательное дерево, торчащая коряга намного дальше. Только не по солнцу. То есть не движущие объекты, не машины, ничего такого. Клидаем на нашу выбранную клипсу. Сделали заброс. Ждем, пока груз окажется на дне. Груз на дне. Подбираем слабину и начинаем опять протаскивать. Ага, вот она бровка чувствуется. Прибавим еще пару метров. Как-то у меня достаточно быстро нашлась бровка. Может она оказаться на любом расстоянии или вообще ее не быть. Примерно на озерах. Вытаскиваем груз. Делаем заброс. Забросили, ждем, пока груз окажется на дне. Все, груз на дне. Подбираем слабину и начинаем протаскивать его по дну. Вот он идет, чистый песочек. Грузик у нас легко тащится. Подбираем слабину. Вот чувствуется бровка. Раз. Тык-тык. Видите, такими прерывистыми движениями оно идет. Ну и в принципе в руку чувствуется. У меня стоит моно. Не особо чувствуется. Если у вас плетенный шнур, то вы это почувствуете. Вот камушки. Вот она, наша бровочка. Началась она у нас примерно тут. Клипсуемся еще один раз. Ту клипсу можно снимать. Можно не снимать. Это уже на ваше усмотрение. Кому как удобно. Я, допустим, привык все клипсы старые снимать. Снял клипсу. Убираю. Подматываю ненужную леску. Вот примерно вот тут начиналась бровка. Ну еще прибавил где-то метр. Клипсуюсь. Ну и достаю грузик. Опять делаю заброс на ну и выбранный ориентир. Груз на дне. Подобрал слабину. Начинаю тащить. Оп. Сразу бровь. Так. Думаем, в каком положении у вас будет стоять фидер. То есть так, так, левее, правее. Допустим, он у вас будет стоять так. Отводим от этого места фидер в сторону берега где-то на метр. Клипсуемся в этой точке. Все. Это у нас получается бровка и плюс метр. Этот метр вам нужен, чтобы кормушка упала чуть-чуть ниже бровки. Там, где собирается рыба. Выматываем. Таких забросов надо сделать после того, как нашли бровку еще ну штук пять. Лучше десять. В общем, десять это будет отлично. делаем чуть-чуть левее там, буквально на полметра. Вот она бровочка пошла. Ну, просто идеальное место. Все. Теперь вытаскиваем и я сейчас покажу, как можно это расстояние перенести на второй фидер или вообще полезно это расстояние сохранять в случае обрыва ни кормушки, на узле не поводка, а где-то в середине и так далее. Итак, для этого нам понадобится два колышка, ну, то есть обычная, допустим, рогатка от удочки. Только я полностью из нее вынул все, чтобы не было самой рогатульки. Выкрутил винт. Также вторая. Берем свое рабочее удилище. Вставляем сначала первый колышек. Ложим свой фидер. Прямо в упор к нему. Ложим его вот так и в том месте, где у вас кончик, засовываем второй колышек. Ну, это заранее сделаем. Все. Сделали это. Можно, конечно, отмерять это рулеткой, чтобы высчитать потом расстояние до точки заброса. Там, под саком, ну, я привык это делать фидером теперь. Потому что просто, чтобы рулетку не носить с тобой и так далее. теперь у нас тут была петелька, когда я привязывал к петельку. Эту петельку я одеваю на колышек. Одел на колышек. схожу между колышками, открываю шпулю и теперь веду за первый колышек от первого до второго. И считаю. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Оп. А вот тут у меня клипса. Получается расстояние почти восемь с половиной. Ну, примерно запоминаем. можно, конечно, это еще отмерить. Ну, я думаю, что на глаз можно, если что, сообразить. То есть, полных восемь и еще где-то однотрень. проверяем. Кусок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот. И грузик тут. Теперь берете свое второе филерное удилище, вяжете на нем петлю или просто привязываетесь к колышку, лучше уже готовую оснастку, чтобы длина получилась просто как бы чуть ли не идеальная. Вешаете на колышек и отмеряете свое расстояние, сколько у вас получилось. В моем случае восемь целых одна треть. У вас может получиться любой в зависимости от вашего расстояния. В принципе в этом нету ничего сложного, как вы убедились. Советую этим пользоваться, чтобы потом найти ваше кормленное место или на следующей рыбалке приехать знать уже расстояние, где находится бровка. Но все же лучше пробивать дно, вдруг там оказалась какая-нибудь коряжка. Ставьте палец вверх, если есть какие-то вопросы, задавайте. Или если хотите, чтобы я что-то еще для вас, какой-то видеоурок снял, пишите в комментариях. Я с удовольствием постараюсь это сделать. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Удачных вам рыбалок. Пока.